Родился Ахсарбек Магомедович 14 декабря 1923 года в селении Христиановское в трудовой крестьянской семье. Отец и мать его пользовались в селе большим уважением. Великая Отечественная война застала Ахсарбека на школьной скамье. Но вскоре он начал работать в колхозе, своим ударным трудом в тылу помогая фронту. Подошло время призыва, и в августе 1942 года он стал солдатом, а уже в октябре принимал участие в битве за Кавказ. Время было суровое, тяжелое, фашисты прорвались к главному кавказскому хребту, шли ожесточенные бои на территории Северной Осетии. Ахсарбек гордился, что попал на службу в знаменитую 2-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 6-й гвардейский стрелковый полк опеки. В составе этого полка Абаев прошел весь свой боевой путь от родной Осетии до Берлина. Несколько раз вырабывал из строя по ранению, но возвращался после выздоровления в родной полк и по-гвардейски продолжал громить фашистов. Боевое крещение гвардии рядовой Абаев получил в конце октября 1942 года в боях за село Лискин, Чикола. 2-я гвардейская стрелковая дивизия в те дни вела тяжелые оборонительные бои с немецко-фашистскими танками и мотопехотой, которые прорвали фронт обороны наших войск под Нальчиком и устремились к Владикавказу. С небольшой группой солдат Ахсарбек оказался в окружении, отрезанный от своего подразделения. Но гвардейцы не дрогнули в бою. Более шести часов они уничтожали ручными гранатами фашистские танки и бронетранспортеры, автоматным огнем отбивали атаки гитлеровцев. В том памятном бою Ахсарбек уничтожил 10 фашистов, был ранен в правую руку, но продолжал левой рукой бросать гранаты. А когда был тяжело ранен его земляк Гуцунаев, то по приказу командира Ахсарбек вынес его с поля боя и доставил его в медпункт. В конце декабря 1942 года части 2-й гвардейской дивизии перешли в решительное наступление и начали освобождать города и селы северной Осетии. Ахсарбек участвовал в боях по освобождению родной Дегоры. Он ждал этого часа. В составе небольшого разведотряда Ахсарбек один из первых ворвался на окраину Дегоры. Гвардейцы действовали мужественно и решительно, уничтожали машины, орудия и минометы врага, его живую силу. Вскоре подоспели основные силы дивизии и гитлеровцы не выдержали натиска гвардейцев, в панике отступили. Потом были бои за освобождение Хазнидона, Чиколы, Талцгуна, Лескена, городов и сел Кабардино-Балкарии. Пришел 1943 год. Ахсарбек Абаев участвует в освобождении городов Нальчик, Есентуки, Кисловодск, Черкесск, Армавир, Устлабинск, Крымск. Летом и осенью 1943 года гвардии младший сержант Абаев показал высокое мужество и храбрость в боях по прорыву голубой линии фашистов на Кубани, в освобождении Таманского полуострова. За эти бои 2-я гвардейская стрелковая дивизия получила почетное наименование Таманской, а всем ее воинам, в том числе Абаеву была объявлена благодарность верховного главнокомандующего. Это была первая такая высокая благодарность Ахсарбеку, и она ему особенно запомнилась. А всего за годы войны Абаев 19 раз был удостоен этих почетных благодарностей, которыми всегда гордились фронтовики. За боевые подвиги в битве за Кавказ Ахсарбек был также награжден медалями за боевые заслуги и за оборону Кавказа. Ему было присвоено звание гвардии сержанта. Золотой страницей вошло в боевую летопись Великой Отечественной войны и форсирование советскими войсками Керченского пролива, захват плацдарма на Крымской земле осенью 1943 года и освобождение Крыма весной 1944 года. Здесь настал звездный час Ахсарбека Магомедович Абаева. За отвагу и героизм, проявленный в этих тяжелых боях Абаев был удостоен звания Героя Советского Союза. Из наградного листа на командира отделения 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой Таманской краснознаменной дивизии гвардии сержанта Ахсарбека Магомедовича Абаева? В боях за освобождение Низови в Кубани и Таманского полуострова Абаев проявил себя достойным гвардейцем. В числе первых он высадился с судна при высадке десанта на Керченский полуостров 2 ноября 1943 года. Вражеский пулемет мешал продвижению к высоте 63,0. Гвардии сержант Абаев ползком пробрался в тыл противника, уничтожил пулеметчиков и овладев танковым пулеметом открыл огонь по противнику, посеял в его рядах панику и тем самым дал возможность овладеть высотой. За два дня боев Абаев уничтожил 32 фашиста, из них 9 в рукопашном был высотой 175,0. Взял в плен 4 солдата противника. Наградной лист подписали командир 6-го гвардейского полка гвардии полковник В.С.Александровский и начальник штаба полка гвардии майор Сапожников. С выводами командования полка согласился командир дивизии гвардии генерал-майор Захаров. 16 мая 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР Абаеву было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В апреле-май 1944 года гвардии сержант Абаев участвует в боях за освобождение городов Керчь, Алушта, Ялта, Севастополь. За боевые подвиги при освобождении Севастополя 2-я гвардейская стрелковая дивизия награждена орденом Суворова 2-й степени, а 6-й гвардейский полк получил почетное наименование Севастопольский и награжден орденом Красного Знамени. В этих наградах была доля заслуг Абаева, проявившего в те дни высокое мужество и отвагу в боях на Сапун-Горе, в разгроме фашистов на подступах к Севастополю. В этих ожесточенных боях Абаев был вновь ранен и контужен, но остался в строе и достойно выполнял свои воинские долга, показывая пример другим гвардейцам. В победном 1945 году Абаев участвовал в боях по освобождению Прибалтики, Польши, в разгроме немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии, в битве за Берлин. За боевые подвиги в боях под городом Шауля и сержант Абаев был награжден орденом Красной Звезды. Отгремели победные залпы Великой Отечественной войны. В конце 1945 года Абаев вернулся в родную Осетию и сразу же поступил на учебу в железнодорожный техникум в городе Арджоникидзе. Десять лет, с 1947 по 1957 год, работал Ахсарбек в системе железнодорожного транспорта в Узбекской ССР, работал по ударному, был награжден многими почетными грамотами. Но сердцем он был в родной Осетии, в любимом Дегорском районе. В 1958 году он вернулся в Дегору и начал работать в совхозе имени Соголова, а затем трудился в автотранспортном предприятии, в районном Потребсоюзе. Работал на рабочих должностях, трудился, как и воевал, честно и добросовестно, отдавал работе все силы, знания, любовь к людям и родному городу. В то же время активно участвовал в общественной жизни, в патриотическом и интернациональном воспитании молодежи, в подготовке ее к военной службе. Своим трудолюбием и скромностью завоевал заслуженный авторитет среди трудящихся района и республики. Прошли годы, все больше и больше болели старые раны. Все чаще, чаще и чаще от боли в сердце просыпался среди ночи. 13 мая 1982 года не стало отважного сына Осетии. Хоронили его на городском кладбище в Дегоре. Было очень много народу, скорби и печали. На траурном митинге были сказаны теплые слова о боевых и трудовых подвигах Ахсарбека Магомедович Абаева. Вечная тебе память, вечная слава и вечный покой на родной осетинской земле, которую ты любил и защищал в годы Великой Отечественной войны, говорили ветераны, прощаясь со своим прославленным земляком, правофланговым среди героев Советского Союза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok